Обман в виртуальном пространстве обернулся вполне реальными потерями. На доверчивости пользователей торговой площадки в интернете решила заработать предприимчивая женщина из Витебска. Правда в том, что владелица товара действительно проживала в Витебске, оперативники уже не уверены, ведь действовала она, используя чужие паспортные данные и вообще всячески старалась скрыть информацию о себе. Оплату за посылки аферистка просила переводить только на электронный кошелек. Но как только деньги поступали на счет, бесконечные обстоятельства свыше мешали ей выслать уже оплаченный товар. Владимир Королев о виртуальных или все же реальных потерях. История с таинственным и вечно занятым пользователем под ником SE6070 стала набирать обороты месяц назад, когда с заявлением в милицию обратилась обманутая аферистская девушка. Несмотря на весьма скользкие условия сделки, ведь ни адреса, ни телефона потенциальный продавец так и не оставила, дама все же решила рискнуть и выслала деньги электронным платежом. Уж очень понравилась ей выбранная меховая жилетка. Но посылки своей покупательницы так и не дождалась. Сначала хозяйка товара уверяла, что деньги ей не дошли, а после вовсе прикрыла свой магазин на сайте. Девушка хотела приобрести себе меховую жилетку стоимостью 780 тысяч белорусских рублей на интернет-сайте second.buy. Там женщина вывешивала объявления о продаже, например, женской одежды, детских вещей и игрушек. Женщина просила всех своих покупателей перечислять деньги только электронным платежом, то есть посредством электронного кошелька EasyPay или WebMoney. Наложенным платежом она сразу же предупреждала, что посылки она не отправляет и лично не встречается, так как сама она из города Витебска. Сворачивать свой виртуальный бизнес, приносящий реальные деньги, женщина даже и не думала. Уже под новыми именами, но по старой схеме она продолжала продавать доверчивым покупателям одежду и детские игрушки. Иногда посылки до адресата все-таки доходили. Вот только вместо кожаной куртки, там по чистой случайности, могли оказаться рубашки. Как выяснилось позже, желающих купить ту самую злополучную жилетку было намного больше. Но счастливым обладателем модной вещи так никто и не стал. Со временем с заявлением в милицию стали обращаться и другие жертвы интернет-обмана. Только в партизанском районе за последний год это уже пятый случай, когда женщины обращаются с аналогичной ситуацией. Сотрудниками милиции личность данной женщины была установлена. Как выяснилось следствие, несуществующие вещи в интернете продавали подобным образом на протяжении года. Пока от раздневных покупателей виртуальной продавщице удалось скрыться. Как сообщили родственники женщины, вместе с мужем и детьми она уехала в Смоленск. Однако от правосудия сбежать так же легко даме не удастся. В отношении подозреваемой уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Всех тех, кто, возможно, пострадал от действий этой женщины, в милиции просят сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Владимир Королев, Александра Штемплевская, Денис Гатило и Алексей Правдиков. Зона Х. Минск.